Итак, мы продолжаем изучать книгу «Путь праведников». Путь праведников уже мы на пути. На пути к святости, на пути к праведности. Но это путь, конечно, очень долгий. Это не простой путь, не близкий. И быть праведником непросто. Поэтому мы сильно не спешим. Мы не спешим. И сейчас у нас мы находимся в качестве, которое называется радость. Да? И так как путь к радости. То есть радость это одно из качеств, которые присущи праведникам. И вообще это качество радости, оно очень классное. Почему оно очень классное? Потому что и для человека, который сам радостен, это хорошо. И люди, люди довольны. С кем вы хотите больше общаться? С радостными людьми? Или с людьми, которые такие, ну вообще не радостные? Понятное дело, что с радостными, с веселыми, улыбающимися, приятными людьми общаться намного приятнее, чем с безрадостными такими. Ну и самому, конечно, безрадостному, что за жизнь такая. Теперь радость хорошее качество. И мы пришли к тому, что один из самых главных факторов, влияющих на состояние радостности, это фактор, который называется бетахон. Бетахон, это уверенность во Всевышнем и сахар. Можно чуть-чуть? Спасибо. Вот сюда полторы или две сюда сахара. И значит, спасибо. Значит, это значит, что упование на Всевышнего, это важнейший фактор для радости. Потому что если у меня есть беспокойство, если я волнуюсь, если я должен опасаться, что со мной будет, какая же тут радость. Поэтому тот, кто уверен во Всевышнем, значит, тот и будет радостный. И нам поэтому, мы уже изучаем почти три или четыре урока, вот эти нюансы бетахона. Вот мы остановились в том, что есть третья часть упования. Первая часть была упования на тело, связанная с телом. То есть надо быть уверенным, что Всевышний тебе даст здоровье, даст тебе силы, даст тебе все, что тебе нужно. Еда даст еду, значит, не даст еду, значит, похудеешь чуть-чуть, ничего страшного. Раньше люди ели там раз в два-три дня, и нормально, то есть человек приспособен к таким перерывам, да. Есть люди голодают неделями, есть, которые в 30 дней голодают и живут. Я лично знал таких людей, которые знаю, вернее, они до сих пор с нами, слава богу. Которые по 30 дней не едят, ну, только пьют воду, да, и нормально. Вот, поэтому, поэтому, спасибо большое. Вот, а мы спокойненько пьем кофе с сахаром. То есть надо же иногда, как бы, человек в себе всегда выдумывает какие-то отговорки. Я хотел сказать, что надо же иногда там. Потом думаю, есть люди, которые пьют с сахаром, есть, которые пьют без сахара. Хорошо, это был первый вид упования. Второй вид упования у нас был на Всевышнего, нужно уповать в вопросах денег. В вопросах, то, что называется парноса, быть уверенным, что Всевышний тебе всегда обеспечит парносу. Сколько? Непонятно, да, то есть, зависит от того, сколько тебе нужно, правильно? Потому что кому-то нужно много, может, ему не хватит. У меня был как-то один очень хороший знакомый, я был, ну, с ним работал чуть-чуть даже, да, был связи к тому. У него было 300 миллионов долларов. И я его как-то спросил, а сколько вам надо для счастья? Вот вы все время работаете, все время вы без остановки что-то делаете. Сколько вам надо? Он говорит, мне надо 4 миллиарда долларов. То есть, ему тогда не хватало, не хватало ему 3 миллиарда 700 миллионов. Очень большая нехватка. То есть, он реально, мне его жалко мало, потому что он все время, все время был напряженный, потому что ему не хватало. Представляете, тут не хватает, например, кому-то там 1000 долларов или 100 долларов, а ему не хватало почти 4 миллиарда. И это странно, потому что, учитывая то, что у него было 300 миллионов, это странно. Зачем ему было столько денег? Хорошо. Теперь третье упование, это мы уже, сейчас как раз мы давайте еще раз пройдем, потому что мы так пробежали. Третья часть упования относительно жены, детей, родственников и друзей. То есть, есть как бы люди, которые с детства, вот тут есть разные типажи людей. Есть люди, которых называют безответственные, они, значит, только о себе думают, эгоисты. Эгоисты, эгоцентри, эти нарциссы и так далее, можно много перечислять каких-то ярлыков. Но есть такие люди, которые, они не думают о других или мало думают о других. А есть люди, которые обо всех заботятся, у них за всех сердце болит, они за всех переживают, они считают, что они обязаны каждому там своему родственнику, жене там или мужу сделать, чтобы ему было обязательно хорошо. И, значит, вот этот вот степень ответственности, которую человек на себя берет, она разная. То есть, есть такая, есть такая. Я сейчас не буду говорить, какая правильная. Автор книги нам здесь говорит, что, что, если ты для себя решил, что это твоя, твоя ответственность, да, то что, то тогда, тогда нужно тебе уповать на Всевышнего, что Он даст тебе, что Он даст им через тебя. То есть, все равно же всем управляет Всевышним. И здесь тогда упование, ты все равно, ты говоришь, я буду за них заботиться. Ну, кто такой я? Мне Всевышний даст через, через, им Всевышний даст через меня. Если нету, если ты решил о них не заботиться, тоже нормально, Он им даст без тебя, тоже можно так решить для себя. Уповать, что Всевышний для них разберется. Я сейчас вспомнил одну из самых моих любимых историй в Торе, которая, в ней вот прямо видны некие такие нюансы, связанные с родственниками. Был такой царь Хисхиягу, великий царь, великий праведник, который, который всю свою жизнь посвятил служению Всевышнему. Он просто вообще, он всех заставил в Израиле, в то время, прямо стражниками, спецназ заставил, всех загнал, учи Тору, женщины, дети, все учили Тору. И, значит, всех сделал ортодоксами. Теперь к нему приходит, значит, и потом он вдруг заболевает, очень сильно заболевает. И к нему приходит пророк, пророк к нему приходит Ишаяу. И ему говорит, у меня к тебе пророчество от Всевышнего. Говорит, ты умрешь и не будешь жить. Прямо так написано в письменной Тории, в Танахе. Ты умрешь и не будешь жить. Он говорит Хисхиягу, царь. Он говорит, за что? А вот в этой фразе, ты умрешь и не будешь жить, было лишение, что он умрет в этом мире физическом и не будет жить в вечном мире, в мире грядущем. Значит, он не попадает в грядущий мир, ради которого он все время и старался. Все его заповеди, митсвод, служение Всевышнему, все это было, чтобы получить вечную жизнь. Служил Всевышнему, зная, что ему будет за это вечная жизнь. А тут ему приходит пророк от Всевышнего и говорит, ты умрешь и не будешь жить. Он говорит, почему, в чем причина. Пророк ему говорит, ты не выполнил заповедь, пру-урву, плодитесь и размножайтесь. Причем тут есть нюанс, очень важный нюанс. Значит, вот эта заповедь, плодитесь и размножайтесь, она есть на мужчине, а на женщине нет. Почему нет на женщине такой заповеди? Потому что Всевышний так сделал женщину, что она гормонально, физически, она хочет размножаться. Он ее так запрограммировал, что ее прям сильное желание размножаться, если, как говорится, установки нормально работают, что ее не надо делать заповедь, да, что сделай это. Она и так хочет. То есть, если бы она не хотела, она бы после первых же родов сказала, никогда в жизни, чтобы я еще раз такую там боль перетерпела. А раньше же при родах еще матери часто умирали, потому что не было же этих больниц всех. Ну, условий было 50% детская смертность и материнская смертность считалось, когда роды, это опасно больная, как больной при смерти. То есть, по статусу, по закону, статус женщины после родов, что она, ну, как бы, ради нее можно шаббат нарушать. Все, то есть, она в статусе опасности для жизни. Теперь, значит, ну, Всевышний так сделал, что ей хочется рожать, и она все равно рожает. А мужчине рожать не хочется детей, потому что это для него большая ответственность. Большая для него ответственность. Мужчине хочется просто размножаться. Просто ему так размножиться и куда-то идти дальше. Теперь, и если он сознательно отказывается взять на себя вот эту ответственность, жена, дети, родить, воспитать и так далее, то это он нарушает заповедь, плодитесь и размножайтесь. Для него это заповедь. И он тем самым ставит существование мира под угрозу, под опасность. Потому что, если не будут, все мужчины скажут, не, а я не хочу жениться, я буду там ходить, отдыхать. То что будет с миром? Представляете, что будет с миром? Ну, мира не будет просто. Женщины не допустят. И вот, значит, Хисьяг, он, ему сказал пророк, что ты отказался сознательно выполнить заповедь, плодитесь и размножайтесь. Он говорит, секундочку, у меня есть полное оправдание. Полнейшее оправдание какое? Что я видел тоже, у него было не пророчество, а прям пророк напрямую заходил в духовный мир, видел прошлое, будущее. То есть, пророки, они были такие очень продвинутые и присоединялись к духовному миру. А есть такое более низкое качество, чем пророчество, называется Святой Дух, Руаха Койдыш. И те, у кого есть этот Руаха Койдыш, они периодически видят святым этим духом, они заходят тоже в духовный мир и видят там что-то. Получают информацию напрямую из духовного мира, скажем так. Ихисиагу говорит, у меня просто была информация, что у меня родится сын злодей, который просто, ну, сделает много зла. Я не хочу, чтобы пришел такой человек в мир. И ему на это говорит, вот это имеет прямое отношение к тому, что мы сегодня учим. А ему говорит пророк Ишияу, он ему говорит, это не твое дело, говорит, этот мир принадлежит Богу. Ты выполняешь свое, ты должен выполнять, а Бог позаботится обо всем остальном. То есть, ты не можешь за Бога решать. Ты выполняешь заповедь, плодитесь и размножайтесь. Злодей будет, не злодей. Это уже потом, если вышли с ним, сам будет разбираться. И это как раз к бетахону очень сильно относится. Вот на тот момент на уровне царя Ишияу у него был недостаток вот этого упования на Всевышнего. И он тогда понял свою ошибку. И он говорит пророку Ишияу, слушай, говорит, давай так, у тебя есть дочка, выдай ее за меня замуж. Ты пророк, может ты праведник, я праведник, царь. Может быть и мои, и твои заслуги, они помогут, чтобы этот сын все-таки был не такой злодей. Пророк ему говорит, ты знаешь, говорит, уже же постановление вынесено. Вынесено постановление. Значит, о какой вообще свадьбе ты говоришь? Я пришел тебе от Бога сказать, что ты умрешь, не будешь жить. Какая свадьба, какая дочка? Царь Ишияу ему говорит, а у меня есть, говорит, пророчество из дома царя Давида. Он был из дома царя Давида. Что даже если острый меч лежит у тебя на шее, не переставай надеяться на Рахамим, на милосердие Всевышнего. И что получается? Здесь опять мы приходим к бетахону. То есть у царя Давида, который шел против Галиата, шел в любые опасности, у него была невероятная сила вот этого бетахона полагания, упования на Всевышнего. И получается, что Хисиягу, он когда, он уже понял, что, в чем была его ошибка, что он увидел, что сын злодей, и вместо того, чтобы уповать на Всевышнего, что Всевышний с ним разберется. А так и было, потому что это был царь Минаше, который действительно он, был Минаше, брат у него, не помню, как звали, они вдвоем были. Они убили этого пророка Ишаяу, своего родного дедушку, они убили, представляете? Они весь Израиль заставили служить идолам, поставили там идолов. В общем, не было такого зла, которое бы они не сделали. Но что? Потом Бог послал армию, по-моему, на выходни цара, ну, какая-то армия была ассирийская, и забрали Минаше в плен. И он в тюрьме в Вавилоне, он вернулся к Богу, вернулся и пытался искоренить все зло, которое он сделал, пытался вернуть обратно. То есть мы видим, что мы не знаем вообще, что будет. Тут он злодей, а завтра он может стать праведником, да? То есть поэтому надо уповать на Всевышнего. И это как раз здесь четко видно, что Хисиягу в этот момент сказал, что я настолько доверяю милосердию Всевышнего, что он меня оставит живым. Даже если уже ты мне сказал, пророк, что уже установлено постановление, я все равно буду молиться, чтобы это постановление было отменено. И действительно, он после этого жил еще 15 лет, у него после этого родились сыновья, сыновья убили пророка Ишаяу, и, значит, ну и дальше была история. Теперь, поэтому здесь автор книги приводит, относительно родственников, он приводит два, как бы, варианта. Он говорит, первый вариант, это оставь их. Вообще, может, не надо родственников. Он говорит, были такие, прушим они назывались, которые отделялись, уходили в пустыню, уходили куда-то. Они как бы, ну не могут они. Были в истории даже раввины такие, да, которые не могли они вот прямо жить с семьей и все. И они обычно плохо заканчивали, кстати, потому что это, ну, это не нормальный ход. Нормальный ход человек должен жениться, родить детей и так далее. Теперь, он говорит, есть такой вариант. Второй вариант, это наоборот, взять на себя заботу обо всех, заботиться, прямо вкладывать в каждого родственника, стараться, чтобы он был религиозный, помогать и так далее. Но при этом надо знать, что все делает Всевышний. То есть здесь упование, что все делает Всевышний, что не я делаю, а через меня Всевышний делает. Третий вариант, это такая, я считаю, золотая середина, отпустить. То есть я вот недавно ходил к Равашеру Кушниру советоваться, как там воспитывать, у меня дети подростки. А он говорит, уже поздно, говорит, их надо было до 10 лет воспитывать, со мной надо было до 10 лет советоваться. А сейчас уже говорит, просто их надо любить, сохранять с ними контакт. И если будет у тебя с ними контакт, то тогда они тебя услышат и в нужный момент сами придут тебе за советом. Но если ты пытаешься воспитывать уже там подростков, он говорит, это самое неправильное дело. Представляете? Вот, вот такие вот ситуации. Поэтому бетахон. Молиться за своих детей, за подростков, за всех молиться, верить, что Всевышний каждому в этом мире поможет. И молитва, плюс добрые дела, плюс какие-то умные, надо все равно советоваться со специалистами. И чуть-чуть можно повлиять, конечно. Четвертая часть. Мы дошли до четвертой части упования. Значит, четвертое упование такое. Значит, вот он пишет автор, человек постится, молится, исполняет заповеди, по имя Всевышнего избегает грехов. И, значит, все силы нужно прилагать для исполнения заповедей. И он молится, значит, Богу, просит, как царь Давид молился, веди меня в правде твоей, научи меня. Значит, и молился, значит, царь Давид о двух главных вещах надо молиться. Вот он нам приводит именно направление, куда молиться, куда, как бы, свое намерение направить. Первое, чтобы укрепилось сердце в стремлении ко Всевышнему и освободилось от заботы этого мира. И второе, чтобы укрепилось тело, чтобы у него были силы совершать добрые дела. Значит, об этом валился царь Давид. И дальше он пишет, и в том пусть уповает на Всевышнего, что он поможет ему во всем, что касается его тела и стремления сердца лишь ко Всевышнему. То есть, человек в этом мире, он все время куда-то стремится. Теперь, даже если он говорит, я никуда не стремлюсь, значит, он стремится никуда не стремиться. То есть, в этом его желание. Человеком двигают только конкретно его желание. И если у человека нет, вот сидит он и говорит, у меня нет никаких желаний. Это значит, что он не хочет найти какое-то желание. Почему? Потому что, если бы он хотел, он бы молился, Всевышнему простил, Всевышний, дай мне желание, дай мне устремление сердца, чтобы я стремился к тебе, чтобы у меня было сильное тело. То есть, молиться-то он может, а раз человек даже не молится, чтобы у него были силы, значит, у него как раз в этом и есть его, может быть, подсознательное некое стремление к саморазрушению. Потому что он даже не просит, чтобы у него были силы. Пятая часть упования, значит, упования по поводу того, что человек хочет давать, вот, например, Дамир. Он очень хочет помогать ближним, он нам всем желает, чтобы мы все заработали миллионы долларов и раздали на цдаку еще больше. Да, вот он молодец, всех благословляет, все. Пишет здесь автор этой книги, что, значит, пятый вид упования, четвертый вид упования, это на Всевышнего, что он даст тебе силы и намерения стремиться к Всевышнему и даст тебе возможности, значит, изучать Тору и так далее. А пятый, это упование относительно тех обязанностей, которые относятся к оказанию добра ближним. Например, милостыня, обучение ученику, мудрости и так далее. Пусть человек старается всеми силами исполнить эти деяния и уповает, что Всевышний поможет ему исполнить его желание приблизиться этими деяниями ко Всевышнему. Так как эти деяния надо совершать не ради приобретения славы и почести, и не ради власти, да? И пусть по силам своим старается скрыть свои добрые дела. Поэтому автор этой книги, он скрыл свое имя. Видите, он нам здесь дает совет, чтобы добрые дела надо стараться скрывать. А если, несмотря ни на что, не может скрыть их, то пусть помнит, что от творения Всевышнего не может быть ни пользы, ни вреда. Но все во власти Создателя. И во всем этом пусть уповает на Всевышнего. Когда Всевышний даст ему возможность исполнить заповедь, пусть знает, что это благо от Всевышнего, и дар от него, и пусть не радуется, что люди хвалят его. Значит, давайте еще раз тогда разберемся. У нас есть уже пять. Пять мы прошли направлений, куда нужно направить вот этот свой бетахон. Уверенность, что Всевышний поможет. Первое. Тело. Значит, если я не волнуюсь за свое тело, выполняю нужные действия, правильные действия, и полагаюсь на Всевышнего, нужные действия, что я советуюсь с врачами, выполняю рекомендации и так далее, то про тело можно не волноваться. То есть, это упование, оно дает вот это вот спокойствие, что с телом будет все хорошо. Конечно, есть люди, которые хотят волноваться. Есть люди такие мнительные. Они просто, ну, дико мнительные. Они все время там у них чуть что, сразу они там уже готовятся умирать. Но это неправильно. Они поэтому не радуются. Второе. Значит, надо уповать за деньги, что буду деньги всегда покушать. Отлично. Третье. Нужно уповать за родственников, семью и детей, что сами справятся. Все от Всевышнего, он сами справится, да? Или можно говорить, что ладно, я уже буду стараться, я буду тогда инструментом, через который Всевышний им дает. Это очень интересно, когда мы поженились с женой моей, и приехала ее мама, а мы стали такие религиозные, религиозные. И она говорит, ой, но она в ужасе была от религиозного мира, в среднем там 8 детей в семье. И она говорит, а сколько вы детей хотите? Я говорю, сколько Бог даст? Ну, 8, 8, 9, 9, говорю, 15, 15. Говорю, сколько даст, столько даст. Она в шоте вообще. А как ты детей будешь воспитывать? Я говорю, вот, а я открываю книгу, которая 200 лет, я тогда был начинающий, еще не знал, что надо, ну, есть нюансы. Там открываю глава воспитания детей. Там написано, детей надо, палкой не надо бить, надо бить их или розгами, или там ремнем каким-то. Раньше очень жестко воспитывали. Она вообще в шоте, эта теща моя. Как я ее, конечно, тогда расстраивал. А потом, значит, она говорит, а деньги откуда у тебя будут? Ну, как ты зарабатывать будешь? А я говорю, а что деньги? Бог даст детей, Бог даст деньги. Я говорю, как-то, как-то же все живут, значит, так разберемся. А нам вообще в шоте было. Ну, действительно, так и было. То есть, мы очень хотели много детей, но Всевышний нам дал троих детей. Слава Богу, прямо... То есть, вот такая позиция, что даст Бог день, даст Бог пищу, даст Бог детей, даст Бог пропитание, даст Бог... Эта позиция, она действительно дает радость, спокойствие и уверенность. А позиция, что я должен все сам лично контролировать, она у человека забирает много силы, энергии, и в итоге-то он ничего не контролирует. В итоге, вот реально, вот те люди, которые думали, что они будут контролировать, посмотрите, миллионы людей сейчас оказались среди... Из Украины уехало, например, за границу, там более шести миллионов человек. Среди них, я лично знаю... Ну, у меня один из бизнесов, например, закрылся, да? У меня была партнер в этом бизнесе, женщина, дева по гороскопу. Я очень люблю девы, они самые ответственные девы. То есть, ну вот, на моей памяти. И она такая ответственная, такая продуманная, такая просчитанная. Ну что? Ну все, не может человек просчитать, понимаете? А полагаешься на Всевышнего, говоришь, даст Бог день, даст Бог пищу. И тогда ты заранее понимаешь, что все к лучшему, что ты можешь тут найти, тут потерять. Тут получилось, тут не получилось. Но ты живешь... Это жизнь, это такая жизнь. Хорошо, друзья, все, всем удачи и успехов. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Мне сейчас как раз нужно проводить... Сейчас буду занятия здесь проводить в... Видите, в этом самом, я нахожусь в городе Рига. Так вот, видите, это... Так они меня представляют себе. Буду сейчас проводить для 60 иностранцев. Представляете, 60 человек русского не знают. А я на английском не провожу. Буду проводить. Буду проводить на русском. А, знаете, с Божьей помощью. Как-то поймут. Ну, я шучу, будет переводчик. Будет синхронный переводчик, значит, как-то они поймут. Кому надо, поймут. Правильно? Все. Значит, все в руках Всевышнего. Поэтому я очень спокойно к этому и подхожу. С Божьей помощью, чтобы все было хорошо. Вот. Хорошо, друзья. Всем удачи, успехов. Шаббат, шалом. Чтобы Всевышний в заслугу нашего упования на Всевышнего. Особенно в сфере то, что у нас было 4 и 5. 4 в сфере личного служения Всевышнему. Надо уповать на Всевышнего и просить. Дай мне, пожалуйста, намерение сердца, чтобы я хотел только служить тебе, учить Тору. Двигаться к тебе, понимать тебя, выполнять твою волю. И я полагаю, что все Всевышний мне для этого сделает. И вот здесь как раз, вот здесь как раз, проще всего полагаться. Если вы научитесь любое свое действие, как нам советуют в Перкеавод, пусть все твои дела будут во имя небес, то каждое действие, оно становится заповедью. То есть, если ты хочешь проводить, прославляй имя Всевышнего. Хочешь кофе попить, чтобы была энергия, чтобы урок лучше провести, поучиться. То каждое твое действие становится чем? Заповедью. Все. Всем удачи, успехов. Шабат, шалом. До воскресенья. В воскресенье, кстати, я хочу сказать, в воскресенье не будет урока для партнеров и спонсоров. То есть, у нас в 11 урок для партнеров и спонсоров. Я недорассчитал. И, значит, у меня как раз в воскресенье тоже здесь есть тренинг. К сожалению, в это воскресенье не смогу провести. А в 10 я с Божьей помощью проведу. Все. Счастливо. До встречи.